Мы за то, чтобы много эдупренерств появлялось. Очень много просветителей, идеи есть, но страх. Не знают, как остальные механизмы собрать. Деньги откуда взять, регуляторные функции, как запустить. Бизнесовую часть не понимают. И я сейчас, честно говоря, над этим работаю. Чтобы воспитать тысячи таких эдупренеров. Вокруг трансформации одной школы, городе Астана, столько было энергии. За полгода, впервые в истории этой школы, дети поступили в Назарбаев университет. Отлично. На следующий год уже в Гонконгский университет на гранд поступили. И ежегодно это уже стало тенденцией. Это было достигнуто за счет новых учителей, нового подхода. Что интересно, вообще ни одного учителя не поменяли. Даже завучение меняли. Поменялся только директор школы. Подростки нереально нуждаются в проекте, в месте, в локации, где их полностью понимают, их полностью поддерживают. И еще и помогают в достижении их мечты. Всем добрый день. Очередной эпизод «Анфакториал подкаст». Сегодня у нас в гостях Нурмухаммед Досубаев, выпускник Кембриджского университета и основатель школы Астана Гарденскул. Нурмухаммед, добрый день. Добрый день. Ну, сегодня мы с тобой три вещи обсудим. Учебу в Кембридже не можем не обсудить. Второе – это как создать частную школу с выручкой 8 миллионов долларов в год. И третье – как выглядит будущее, скажем так, школьного образования с 1 по 11 класс. Поэтому очень воодушевлен. Ну, давай, наверное, начнем с учебы в Кембридже. Ты закончил там магистратуру, поступил потом на PHD. Расскажи, как туда поступал, что нужно было для поступления. Это было в 2014 году. Я работал тогда в городе Костанай, в образовательном центре, помню, где мы готовили детей на ЕНТ, на Олимпиады, IELTS, SAT. И, получается, в ходе такой работы мне была предложена возможность неделю поработать переводчиком синхронным. Английский, казахский, русский язык. Для представителя из Кембриджского университета. Которые приехали в Костанай. Да, туда, в Костанай, обучать тренеров. То есть, чтобы контекст был понимания, Казахстан привлекал Кембриджский университет на большую программу реформы среднего образования. Там огромный проект, там многомиллиардный бюджет. И вот эта система НИШ, последствия Назарбаев университет. Если я не ошибаюсь, они были, развивались в ходе такого консалтинга со стороны Кембриджа. И вот так довелось, и вот так познакомиться впервые с человеком, который представляет этот университет. Раньше об этом университете только слышал с книжек в школе. В high school я учился, там у нас был Кембридж университет пресс. Оксфорд был. Вот впервые в жизни такую видел. И как бы начал интересоваться. Неделю рядом хожу. Мы можем, как бы, ребята, как мы там поступить, в чем прикол, в чем фишка университета. Говорит, да, конечно, why not. Таким образом, вот появилось желание. Семя зародилось вот тогда, да? Тогда зародилось, да. Ну, а именно почему Кембридж? Потому что этот человек, он же представлял сферу образования. А я выпускник, как бы, бакалаврят, у меня английский язык, учитель английского языка. В Таразе, когда я учился, у меня всегда был вопрос, почему у нас все так плохо в сфере школьного образования, потому что на практику в госшколу выходили. Почему все так плохо в педвузах, как бы учителей, будущих учителей. Почему так плохо готовят вообще такое неправильное отношение? И никто не мог дать мне ответ на эти вопросы. Что интересно, этот представитель Кембриджа, он давал ответы на мои вопросы. Я потом, а как так получается? Нет, она мне уже раскрыла карта, говорит, Кембридж такой, как это проводит, ресерч большой и так далее, и так далее. Если туда пойдешь, ты там... То есть, в общем, наука, за педагогикой стоящая, да? Да, да, исследования. И в Казахстане о наших проблемах никто не может дать объяснение, почему это так происходит. А за рубежом в Кембридже могут. И вот таким образом я решил поступать туда, искать ответы на свои вопросы. Полошак дальше был, и вот в 2015 году, получается, я подал за год вперед, и в 2015 году, в марте уже, пришел ответ. Какие документы требует английский вуз для поступления? Ну, на самом деле, все очень просто. Требула IELTS, либо альтернативная демонстрация уровня английского языка на уровне 7.0. Это я предоставил. Второе, это именно на мою программу требовался research proposal. То есть, эта программа была исследование, сферы образования называлась, магистр философии. И там нужно было дать research proposal на 1500 слов. где ты говоришь, какую тему ты хочешь исследовать, обосновываешь ее актуальность, примерно даешь методологию исследования, и это все отправляешь. Помнишь свою тему? Да, это, конечно, очень хорошо помню, потому что и на бакалавриате я дипломную по этой теме писал. Это применение iPad, Apple технологии для обучения английского языка. А в Кембридже дальше уже более шире взял применение iPad, чтобы в целом правильно, эффективно обучать предметы все, повышать качество освоения уроков. То есть, примерно с этой темой я зашел. Она приемной комиссии понравилась. Они примерно уже понимали, кто по этой теме уже исследует и определили мне профессора, который уже впоследствии выступил супервайзером. Вот такая история поступления. Отлично. Как вообще выглядел твой первый месяц? Какие были впечатления? Вот ты приезжаешь в Кембридж, не знаю, прилетаешь в Лондон, хитро, потом на поезде, наверное, до Кембриджа, доезжаешь, первый день на кампусе. Какие твои впечатления? Ну, впечатления прекрасные были, потому что это вот как они сумели создать такой островок, оазис, что ли, где все спокойно, зелень, люди на велосипедах, в городе нет как таковой больших машин, там скорость движения, очень медленный темп жизни. Как бы из Казахстана, я жил в Астане немного, в Алмате, там у нас темп бешеный был. И там вот все спокойно. Можешь сфокусироваться на науке. Да, первое впечатление, вот люди никуда не торопятся. Вот это первое впечатление, такое спокойствие. Вот это самое первое впечатление. Отлично. А расскажи вот про, что вот запомнилось, может, самые твои понравившиеся тебе предметы, которые ты там проходил. Ну, мне нравились предметы, где мы обсуждали образовательные политики, как они вообще создаются и как они влияют вообще на... То есть у нас очень много в сфере образования не совсем понимают роль подписей, условно говоря, министра образования. То есть одна подпись, на самом деле, может все перевернуть. И если бы люди понимали всю тяжесть, они бы очень внимательно, под лупой относились бы, какие приказы подписываются и так далее. И вот это мы на наших курсах обсуждали, рассказывалось, как правильно вообще должна разрабатываться та или иная образовательная политика, что она должна основываться на исследовательских данных, и тем самым повышалась актуальность вообще нашей профессии, почему мы должны эту тему вообще research and education проводить, аналитику. И второе, что мне нравилось, это курсы, где мы рассматривали кейсы. Допустим, есть такая-то проблема в таком-то контексте, и ты туда, как кейс-стадий, предлагаешь решение. Ты это внедряешь, потом смотришь на результаты, и дальше это масштабируешь. То есть вот эти курсы мне очень сильно нравились. А вот сам формат как бы самой лекции, самого семинара, как он? Вообще за весь период обучения, за год периода обучения он длился и состоял из трех триместров. Из семестров триместров состоял. Первый триместр он посвящался обучению меня, как студента, литературному обзору. То есть мы очень много проводили время в библиотеке, читали, изучали ту тему, которая нас беспокоит в рамках этой темы. То есть все вот эти артикли, книги и наполняли себя такой литературно-очной базой, чтобы актуализировать, понять, на самом ли деле наша проблема актуальна, на самом ли деле она недоисследована. Потом второй триместр он посвящался уже к выработке методологии исследования. То есть после литературного обзора мы приходили к какому-то исследовательскому вопросу, а во втором триместре это все, кстати, подкреплялось эссе на 6,5 тысяч слов. После первого триместре ты пишешь эссе, потом сдаешь его экзаменатором, потом месяц отдыха, потом во втором триместре мы уже также писали эссе на 6500 слов, где мы прописывали методологию исследования. Как мы этот вопрос собираемся исследовать, как разрабатываем вопросы, данные и так далее. То есть прям конкретно описываем вообще, обосновываем вот это все. Потом после этого месяц отдыха, но этот отдых мы проводим сборы данных. Это рейдинг период называется, нет? Это как бы data collection. Так как моя тема касалась казахстанская, Казахстана, я выехал в Казахстан, чтобы собрать из поля вот эти данные. Потом третий триместр я обратно вернулся, уже работал над анализом собранных данных, над синтезом и в целом упаковкой моей исследовательской диссертационной работы. Вот примерно... Интересно. Ну, тема диссертационной работы была использование тач-технологии, да, или для уроков, или... Там моя тема, она касалась вообще системы e-learning, такой скандальный e-learning, в которой было вложено многомиллиардные средства. Я эту тему изучал, изучал, насколько казахстанская система образования, школы вообще готовы к цифровизации, и делал policy recommendations на основе моего исследования, делал policy recommendations, что нужно учесть, учесть уполномоченные органы, министерству в ходе внедрения цифровизации в казахстанских школах. Понятное дело, что уже там семь лет прошло с момента написания диссертации, напомнишь, какие-то основные выводы, с которыми можно поделиться? Да, некоторые выводы я помню, это первое, конечно же, то, что вот эти гаджеты, мультиборды, интернет, независимо от того, в каком количестве, в каком качестве ты их туда внедришь, от этого качество образования не повысится. Не повысится? Не повысится. Она, наоборот, в результате исследования пришла к тому, что, наоборот, иногда это может пойти во вред. Допустим, в нашем случае это был и лернинг был, там, LMS-ки всякие, они идут параллельно, там, бумажную версию заставляют учителей заполнять электронную версию, и в целом это во вред учителю, то есть они еще больше становятся, как бы, загруженными и меньше внимания уделяют детям, которых, так и так, в классе, там, по 30, по 40 в некоторых школах, понимаете, да? То есть это вот яркий пример того, как без научной основы, без исследования вот это внедряют, образовательная политика определенная не заменяется, да? И таким образом это идет во вред. вторая причина, что даже если цифровая технология внедряется, важно, очень важно само обучение, то есть самих преподавателей, то есть даже сейчас, спустя 7 лет, я могу сказать, очень много процента моих коллег в сфере образования, которые не имеют своей личной почты, не знают, как пользоваться ИГО, как бы, да? Что говорить уже вот в целом комплексной системе цифровизации? Это все внедряется, но, к сожалению, на обучение, на качественное обучение не закладываются средства. Понятно, то есть есть инструменты, но нет навыков, какими пользоваться. Да, потом еще треть это в целом контекст самих учеников, их домашний контекст. То есть у кого-то в школе, у кого-то дома есть условия. Вот эта пандемия, кстати, очень ярко показала, что вот очень много семей, они дома, вот в однокомнатной квартире живут и все дети вынуждены там в телефонах, в компьютерах сидеть. У них ни дома ни интернета нету, ни условий, там шумят за камерой кто-то бегает. Очень много таких моментов. Да, это контекст у каждого раза, но если заранее это все исследовали бы, на исследовательские данные обращали бы внимание еще семь лет назад, условно говоря, то мы бы более подготовлены, как система, пришли бы к пандемии, допустим. Очень интересно. Расскажи про свою жизнь университетскую вне класса, там, может быть, какие-то клубы, кружки по интересам. Да, ну, я постарался активно участвовать во вне университетской жизни. У нас, как вы знаете, есть колледжская система. Кембридж состоит из 31 колледжа, и я был в самом далеком колледже, который от центра гор находится. Туда ехать надо как бы очень далеко, сам по себе. И как член этого колледжа я участвовал... Как это колледж был для град-студентов? Да, это был колледж без бакалавров, это было число для магистрантов, PHD, в Улсун колледж. Простите, Улсун корт был, который в городе, а сам колледж мой назвался Гертон колледж. Но мы не сможем тебе подтвердить, я никогда не был кембриджа. если в Гертон колледж окажешься, там по-любому все выпускники будут на стенке висеть каждого года. И наш колледж славился боутингом. Это гребля. Гребля, да. Понял, то, что братья венкельвоссы, да? Да, на Риверкарн, то есть мы ежегодно состязаемся с Оксфордским университетом, с их командой, то есть и вот мы участвовали в подготовке. Это легендарный по-моему дерби такой, да? Да, легендарный дерби, да. Как называют участника команды, которая не должен грести, он команду сидит спиной к направлению и их там мотивирует всех? Вот честно забыл, не буду врать, но капитан команды вот этот человек. У меня был хороший знакомый, он был как раз в команде, он был очень такой, не самый сильный, но он был невероятный вдохновляющий человек, и он там таких огромных муж, с огромной грудой мышц ребят, давай, мотивировал, и там, ну это реально помогало, да? То есть удивительно, то есть ты занимался этим? Я занимался греблей, я старался, но это очень такой конкретно мужской спорт, и девушки конкретно задавали там тонус, я даже сейчас знаю вот девушку из Казахстана, которая активно прям этим занимается и показывает мастер-класс, да? очень требует высокой выносливости и очень зрелищный спорт на самом деле. А какая там средняя дистанция обычно? По-моему, полтора километра. И где-то, сколько длится гонка, наверное? Так, ну, если я не ошибаюсь, минут пятнадцать, либо полчаса. Ну, то есть, в принципе, зрители могут подождать и увидеть всю гонку? Да-да-да, конечно, да. Ну, ты там ходишь на тренировку утром, в шесть утра должен начать тренировку, доехать на велосипеде до гаража своего колледжа, там вытаскиваешь вот эту большую лодку со всеми вместе на плечах, потом на речку, и дальше начинается тренировка. Очень интересно было. Классно. Ну вот, в общем, получается, после этого ты подаешь на PHD, поступаешь на PHD, но в дальнейшем решаешь вернуться в Казахстан. Расскажи про вот свою первую работу после Кембриджа. Ну, моя первая работа уже после Кембриджа, получается, оказалась государственная служба в моем родном городе Шимкент. Да, я туда попал по приглашению, получается, Акима города, к которому вообще навстречу пришел, чтобы просить помощи, оказать спонсорские средства для обучения у меня на PHD. Ну, как бы, Аким города сказал, что, как бы, таких средств, к сожалению, он не располагает, но хотел бы, чтобы я остался поработать на свой родной город. Там была, как раз, проходила конкурсная комиссия на позицию, руководящую позицию управления образования города Шимкент на кураторство именно не финансовой части, а учебно-воспитательной части. И так как я уже пришел с готовыми полис рекомендашнс, у меня, в самом деле, был интерес попробовать внедрить теперь на практике на уровне города. Департамент образования города Шимкент. Управление образования. Управление образования. Да. Я вот видел, ты там писал, что это примерно 130 школ, 180 тысяч школьников и 17 тысяч учителей. Да. Огромная, да? То есть система. Огромная система. Расскажи вот про такой, то есть тебя сразу в пекло бросили, какие-то там выводы извлек, чему там научился? Ну, много выводов на самом деле. Это год у меня как за пять был, честно говоря. Почему? Потому что очень интенсивно, насыщенно, очень много вопросов входит в ту компетенцию. И первый вывод, то, что в образовании, именно в государственной системе образования катастрофически не хватает финансирования. На тот момент так было. Благо, сейчас вот изменилось, знаете, да, там повысили зарплаты, статус педагога, это вот... То есть сейчас зарплата есть минимальная, да, учителей? Сейчас зарплаты неплохие. Еще стоит повысить, но уже, уже резко вырос спрос среди абитурентов на профессию педагога. Отлично. На тот момент это прям очень тяжело было, первое. Второе. Катастрофически не хватает свободы в действиях школ. То есть вот директора школ, ну, по сути, практически ни за что не отвечают. То есть управление образованием, оно спускает сверху вниз? Управление образованием является монополистом практически всех решений. Хотя там на бумаге это может казаться, что там директор там что-то подписывает и так далее, но по факту даже не управление образованием, а министерство образования, являющееся регулятором, настолько все зарегулировало, что ну, директору там можно ничего не делать. инновационного. То есть искусственный человек может быть директором школы? Ну, я даже как бы согласился бы с этим, к сожалению, к сожалению. И это вот вторая проблема. Третья проблема это касалось инфраструктуры. То есть из-за, то есть нехватка инфраструктуры. Тем более Шимкент, вы знаете, юг, каждый пятый житель с нашей стороны это выходец из Шимкента. Там, каждый третий, четвертый, это в целом из юга представитель. Поэтому рождаемость очень высокая, но качество образования школьного одно из самых худших по Казахстану. То есть это человеческий капитал очень слабый. здания старые, без ремонта, да? Первое, зданий мало, во-вторых, детей много, значит, здания переполнены. В классах по 30, по 40 детей. То есть это уже влияет. Три смены, да? Три смены, допустим. До сих пор пытаются решать, но рождаемость поспевает, быстро. Поэтому вот эта третья ключевая проблема это была капитальная, капитальная затрата. Ну, все остальное из этого вытекает. Из-за того, что нехватка финансирования, в образовании работают слабые кадры, из-за того, что нет свободы в действиях, нету в школах инноваций, то есть нету качественного продукта. То есть даже если директор хочет взять инициативу, но ему нельзя, да? Да, по регламенту как бы у него очень ограничено. То есть, допустим, инновации, они где происходят? Это в учебных программах. Допустим, охота, допустим, внедрить кодинг, да? Вот то, что вы у себя в Infactorial School классно делаете, на самом деле это можно спокойно внедрить в школах. Но из-за того, что это не зарегламентировано, вы не сможете предложить ваши курсы в школе. Только это может быть там кружками и так далее. Ну и, допустим, если придете в частную школу либо в международную школу, ваши курсы охотно мы можем у себя внедрить и за это оплатить ваши услуги. А в частной школе есть мандат делать все, что угодно? Или нет? Нет, это сверх вот этого регламента мы можем давать уже за свою плату. А в госшколе же нету сверхфинансирования. Понятно. То есть это регламенты, они в том числе подкреплены финансированием. У них нету другого источника финансирования, чтобы ваши курсы заплатить. Да, а если будут как бы теоретически, в государственных школах кто-то захочет волонтерить, создать кружок, это можно сделать в школе. Конечно. Но снова не хватает инфраструктуры. Понятно. Видите, нет места. Нет места. Три ключевых вообще с фундаментальных вопросов они у нас отстают. Интересно. Получается, вот там около года ты проводишь и потом переезжаешь в основном, это 17-й уже год. Да, год работы, я внедряю определенные цифровые системы, которые были нацелены на то, чтобы убрать коррупцию в вопросах приема детей в школу. То есть мы в первую... Сторонодиекторов школ, да? Не только. То есть есть чиновники от образования, которые имеют доступ, влияние, там есть непосредственно руководство школ, возможно, учить. То есть там человеческих факторов очень много. Трудно понять, да. Даже по сей день человеческих факторов очень много. Поэтому решение было на это направлено. Второе решение на прием сотрудников в школу. Там тоже очень много генных моментов. То есть учителя, как выбирают учителя, кто приемен? Это тоже на самом деле зарегламентируется на уровне министерства. Мы там выработали свое положение. Там что только ни делали. Подписывали мемораду с директором школы, как управление. Потом внедряли вот эту систему. Где-то вот в режиме лайф проводили интервью с кандидатами. Потом голосовали аноним. Вот эту всю систему цифровую мы внедрили. Но потом я даже не знаю, насколько устойчива эта система оказалась. После года в таком интенсивном графике у тебя появляется намерение создать собственную школу. То есть увидел проблемы образования и осознал, что лучший способ внедрить все свои идеи это создать фактически основать собственную школу. Эта идея была усилена. На самом деле эта идея вообще появилась по результатам исследования. То есть уже зародилась концепция как вообще теперь работать над повышением качества образования системно. И в целом появилась концепция управляющей компании. А потом уже опыт в Горано, контекстная информация. Уже дальше я понял, что я созрел к тому, что теперь управляющую компанию создавать надо. Отлично. Ну и там была удивительная история, как вы запустили школу за полно-три месяца. Расскажи, пожалуйста, про это. Школу мы запустили годом позже. То есть в начале январе я в январе 18-го года начал уже создал компанию. Нашлись партнеры, которые поверили в эту идею. И они помогали мне с финансированием. Я создал компанию и сразу же в портфолио взял одну государственную школу. Безразвестной основе вот этой школы буду. На ее примере хотя бы одну школу я должен поменять, короче. Идея такая была. Начал работать и вижу, что что-то не то, да? То есть ты как сапожник без сапог. Учишь жизнь и как бы условно говоря пытаешься трансформировать одну школу, но у тебя нет своей школы. Понимаю. Таким образом спустя полгода мы пришли к идее создания своей школы. Вот перед тем, как мы к собственной школе перейдем, давай поговорим про какие опыт внедрения инновации в государственную школу в Астане. То есть какие идеи удалось внедрить, какие идеи не удалось внедрить, какие-то выводы из этого опыта. Самое первое это лидер школы. Очень важно было подобрать такую школу, где будет лидер, который уже будет реализовывать. Смелый такой лидер, который будет объяснять все свои действия, приглашать всех, призывать, открытый. Первое мы с лидера начали. Директор школы? Директор школы, да. Нашли такую школу, Акимат сам предложил выбор на вариант, Астанинский Акимат, там как раз в управление образование пришел такой крамотный чувак, который сейчас нишу возглавляет, недавно назначен был. Современный такой. И он, и Аким города на тот момент Осетий Секеша был. И, короче, звезды совпали и Министерство образования. Прикинь? Все с трех сторон согласились, говорят, блин, приходите к нам в Астану. А эту тему вообще мы хотели в Алмате начать. Мы им рассказали, что в Алмате такую тему уже начинаем. они нас перетянули в Астану. Интересно. И таким образом мы в Астане оказались, и компанию там зарегистрировали. Вообще, в общем, все это... Мог бы быть вообще Алматы Гарденс Клуб, да? Возможно, вообще не было бы. И череда таких событий. И череда таких событий и начали с того, что нашли школу. Туда нашелся директор современный, который знает три языка, свободно владеет, имеет исследовательский бэкграунд. Как вы его нашли? Ну, это был мой бывший коллега, с которым мы работали около пяти или десяти лет назад. И мы о нем вспомнили. И как бы предложили такую возможность. Он согласился, прошел интервью, конкурс, по всем нормам совпал. Ну, там и другие кандидаты были, но именно его кандидатура, она в управление образованием понравилась, потому что они назначают директора. Таким образом, работа началась, совместно вырабатывали стратегию, приглашали общество к этому управлению школой, поп-совет создали. Там нынешний экс-министр вошел, Аким вошел, депутаты вошли, меценаты вошли. Вокруг трансформации одной школы, в городе Астана, столько было энергии, да, внимание. Внимания. Потому что это был такой пилот, видимо, тест. Да, но как бы это внимание нужно было привлекать. Мы должны были, наша команда должна была не бояться этого внимания. То есть мы сказали, вот мы открыты. Любой вопрос, любое действие, давайте вместе обсуждать, делать и так далее. То есть мы за свою спину взяли, на фронт вышел директор школы, который уже там это все реализовывал. Отлично. Что в итоге удалось реализовать? Как вот школа до и школа после? В чем отлично? По-моему, в январе-феврале 2018 года начали и сразу уже за полгода впервые в истории этой школы дети поступили в Назарбаев университет. Отлично. На следующий год уже в Гонконгский университет на грант поступили. И ежегодно это уже стало тенденцией. Это было достигнуто за счет новых учителей, нового подхода? Что интересно, вообще ни одного учителя не поменяли, даже зауче не меняли. Поменялся только директор школы. В чем секрет? Как он, может, мотивировал как-то? Или как это работает? Это в качестве, может быть, совета для других директоров сейчас, может быть? Это желание. Он прям горел. Хотел, чтобы от школы что-то поменялось. Это потом было же классно. Все школы одинаково функционируют и сделать что-то такое отличительное. Бросить вызов. То есть обычно у нас в обществе как? Мы же очень стесняемся отличиться, выделиться. И это как бы... Потому что ты замахнешься и ты, если не сделаешь, то все. Это стигма. Все услышат. Да. И поэтому это вот для него, для лидера школы был вызов, для нас был вызов. Потом еще все за нами, все смотрят. Там do or die концепция была. Невозможно было что-то не сделать. Все равно что-то должно было родиться из этого. И вот первый результат это были выпускники, поступившие в Назарбаев университет. Дальше уже системные изменения пошли. Летом мы провели ремонт туалетов. По-моему, на сэкономленные средства. Провели впервые в истории всего Казахстана обновили туалеты. Представляете? Ну да, это такой принцип как называется форточек, когда нужно самые базовые вещи отремонтировать. Это вот, как говорится, теория развитых кукол. Да, теория развитых. То есть мы взяли и поменяли туалет. И почему? Потому что мы в ходе первого года полугодия исследовали все раздражители. Вот, все раздражители. То есть сначала первый шаг нужно понять все боли. Проинтервью учителей, учеников. А, и, ну, понятное дело, это одна из болей была. А кем, если помнишь, другие боли были? Ну, допустим, базовая боль, дети не ходят в свой туалет. То есть они вот пять-шесть часов терпят, потому что туалеты ужасные. Вонючие, извиняюсь за уважение. То есть мы сказали, блин, это же некомфортно. Ребенок, и то перемены там по пять минут, никуда им не выбежать. И вот первое, просто базовые человеческие условия начали создавать за деньги, которые от бюджета поступают. То есть это своих денег в школах было достаточно. И до сих пор так. Поэтому, если в ваших туалетах до сих пор какие-то проблемы, если эта школа тем более находится там в городе Алматы, Астана, либо Шамкенте, то значит, что-то проблема с руководством. Это, кстати, очень интересный момент. Это мне напомнило Сэму Олтон, основатель Уолмарт. Он тоже очень много внимания уделял именно качеству туалетов в своих центрах, потому что от этого это совершенно базовая штука. То есть на самом деле мы оцениваем и рестораны, и гостиницы, и торговые центры по качеству. Это как визитная карточка. Это визитная карточка. Вот если нас слушает сейчас какой-то очень инициативный директор школы, что вот он может сделать в рамках своего там мини-государства, чтобы улучшить образование в своей школе, чтобы какие-то рекомендации на самом деле видите, очень много, я уверен, таких директоров, которые хотят изменений, но в отличие от нашей школы 54-й, 54-й, в Астане, за этим директором возможно нет управления образованием, которое поддерживает его изменения. Нету Акима, нету попечителей, то есть которые вот говорят мы за тобой, топи. Не бойся. Не бойся, топи. Поэтому очень этих директоров на самом деле очень жалко, потому что у них желание есть, но руки связаны. Как думаешь, будет ли управление этими школами как в будущем децентрализовано, отделено от управления? Вот как раз таки в ходе этой работы, кстати, в этом проекте участвовали все нынешние руководства министерств. Они все знают об этом. Тот же министр высшего образования, науки, он участвовал в анализе. Сайсад Рубик. Да. Председатель комитета социально-культурного развития. Он был в составе попсовета. То есть они все это видели. Никто опровергнуть это не может. И мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы поменять структуру управления школами. Перейти к модели западной, где школами управляют попсоветы. То есть представляете, в Западе школами управляют попсоветы. И они назначают директора, они увольняют его. Это некий совет директоров. Да. Некий совет независимых директоров. А именно. Совет независимых директоров. а управление образования оно финансирует и контролирует качество. То есть вот такое система противовеса и сдержек. То есть условно пописать совет, он определяет директора. То есть то, что мы видим сейчас, наверное, в частных школах? В частных школах тоже такой практики нет, потому что там есть учредители. Есть исполнительный орган назначен от учредителей, но если школа хочет быть аккредитована, допустим, авторитетное аккредитационное агентство, они требуют, чтобы был попсовет независимый, который как минимум, хоть и не назначает, но контролировал. Как ты думаешь, когда эта инициатива будет внедрена с попсоветами? Я надеюсь, в самое ближайшее время, потому что нынешнее руководство министерства они толковые, очень коллеги. Я знаю, у них много инициатив, но снова же они тоже винтики большого механизма. Однозначные будут вызовы, но мы со всеми готовы работать, делиться, потому что, тем более, это был успешный кейс. Я очень надеюсь, что очень скоро. Тем более, президент страны говорит о Новом Казахстане. Посмотрим, как будет. На действия будем смотреть. Отлично. Ну, давай теперь расскажем про историю возникновения Astana Garden School, первый год. Как вообще это было? Вот это такой стартап, пока ничего нет. Как вообще сделать что-то из ничего? Нас на примере. Вообще, в мае 2018 года революционный приказ выходит для образования. То есть сокращают типовые учебные планы для старшеклассников. Чтобы вы понимали, ГОСО — это сердце всего образования, госстандарт. И мы очень долгое время ротовали за то, чтобы в старших классах был выбор у учащихся. И мы к этому тезису пришли на основе опыта работы с подростками, на основе опыта подготовки к ЕНТ. То есть что происходит в старших классах? Подростки в школе не учатся, они все находятся в образовательных центрах. Кто-то готовится к IELTS, SAT, кто-то ЕНТ. По сути, профанация происходит. И когда я в ГОРОНО работал, я же анализировал это. У меня был доступ к большим данным. Мы эту систему цифровоизвестную внедрили. И я смотрю, что вот старшие классники очень много пропускают уроки в школе. Не потому что ленивые, а потому что хотят получить лучшее знание, да? Потому что они хотят получить те знания, навыки, которые им прогарантируют поступление в ВУЗ. А те знания, которые они получают в школе, оно не покрывает весь учебный период. Поэтому они вот дают только знания этого года, а этого им недостаточно. Поэтому они как бы, да, сравнивают, что важнее. И много пропусков по этой причине происходит. Потом очень много предметов было. Загруженность высокая. Ребенку для поступления в ВУЗ, условно говоря, нужно пять предметов. А госстандарт их обязывает учить 15 предметов. И госстандартам тоже ничего не могут поделать, потому что за каждой цифрой стоят жизни, скажем так, семей учителей. Это их часы. И каждое сокращение — это большой социальный вопрос. И никто не осмеливался брать на себя ответственность за это. Но вот в мае 2018 года команда, которая при Сагадиве была, она решила взять ответственность на себя и издать такой туп, где 15 предметов сокращаются до 10, что ли, до 11 предметов. Как вот, что происходит с учителями вот этих пяти предметов, которые сократили? Ну, они по-умному поступили. Они сказали, каждая школа сама решает. А. 15 предметов оставят, либо 10, 10, 11, при этом согласовав ее с попсоветом школы. Ага. То есть такое... Есть свобода действий некоторая. Да, да. То есть они перекинули ответственность на директора школы. Отлично, отлично. И, ну, об этом приказе не сразу стало известно, но так как я был в числе тех, кто ротовал за это, я об этом узнал, что эту идею поддержали и как бы это внедрили. Параллельно вместе с этим внедрили, упростили, либерализовали требования к открытию школ. Раньше там, чтобы школу открыть, нужно было там собственное здание иметь, там библиотеку, спортзал, очень много вещей. Там, получается, пошли, по примеру, балапан программа, садики. Раньше садики тоже там высочайшие требования, потом упростили, и очень много садиков началось открываться в коттеджах. То же самое сделали для школ. Таким образом, вот эти две вещи открыли путь для того, чтобы мы открыли старшую школу, хай-скул. В мае этот приказ в середине выходит, в июне, и мы принимаем решение об открытии своей школы. Находите место для аренды? Да. В Астане у нас был офис наших партнеров, мы туда забираемся, на первый год на психических правах, на первые полгода сидим, потом уже привлекаем инвестиции и начинаем ее открывать. Классно. Получается, в мае этот закон принят, в августе или в сентябре вы уже открываете школу? Сколько учеников к вам пришло? Были заявки от 120 учеников со всего Казахстана, из 10 регионов представленность. Из них приемная комиссия нашей школы отобрала 40. То есть 3 к 1 был конкурс. Была сразу частная школа. Сколько было стоимости обучения? Обучение стоимость мы афишировали как 3 миллиона тенге. Но было немало скидок. Понял. Каким образом удалось получить 120 анкет от семей, которые были готовы, скажем так, такую маленькую сумму выложить за очень среди? Ну, это удалось сделать благодаря, наверное, тому, что у нас было несколько таких ингредиентов. Первый – это инновационный продукт, которого не было в Казахстане. После нас, кстати, тренд пошел. Сейчас ты школы, да? Именно, хай-скулы начали открывать. Там вот в Кокшетау бординг-скул открылся. Большая строительная компания финансирует. По всему Казахстану начали открываться хай-скулы для подготовки к ИНТ. То есть прям люди прочухали это как opportunity business и так далее и начали делать. Я вообще помню, я объявил о том, что открываю школу в середине июля. Официально. И оставалось 40 дней до начала школы. Это был для нас марафон, короче. Мы с командой определили, кто умеет там продавать, объяснять красиво. И вот с такой командой сделали такое турне по Казахстану. Я сам взял на себя большие регионы. Алматы, потом Запад, Шимкент. И из этих регионов впоследствии приехали дети. А вот, условно, например, едем на Запад, например, в Атравле-Вахтал, не знаю, собираем кого? Каким образом собираем? Ну, вот у нас, получается, у наших партнеров была развернутая сеть же, компания Юстади. У них были филиалы. Вот эти филиалы выступили нашей вот этой, как называется, локальным партнерам. На их базе мы с ними договорились, что и тесты первый тур будем проводить на базе компьютеров, либо бумажных, и плюс вот эти open days там выездные организовывали. Плюс параллельно, каждые выходные мы у себя в школе в Астане организовали open days. То есть прям интенсивно, каждый день мы либо в разъездах что-то презентуем, либо в Астане презентуем команду, которая там осталась, постоянно приходят потоки людей и смотрят, что за школа, что за команда. Прям смотрят на нас, а у нас ничего нет. Создает запросы? Ни лицензии, ничего. Мы такие молодые, зеленые. Средний возраст у нас там реально было лет 25-30. И вот первые 120 родителей, поверившие, они подали заявки и постарались поступить. То есть 40 человек, это, видимо, два класса. Это два класса. И это в 11 классы только? Это да. Это 10-11 класс. Вы взяли их 10-классников. 35 детей взяли в 10 класс и 5 детей в 11. А, все понятно. И ваш питч был в том, что мы вам поможем поступить в ведущие вузы Англии, Америки и Руси. Вуз вашей мечты. Замечательно. Да. То есть колледж-канцелинг, компонент, который, кстати, во многих вузах, в школах, точнее, отсутствовал. До сих пор отсутствовал. До сих пор отсутствовал. Даже в топовых школах Казахстана, частных, нет колледж-канцелинг системы. Есть один колледж-канцлер. Да. В то время как, чтобы это было, нужен целый департамент. Чтобы понимание было, у нас в Эйджейсе 7 человек только этим занимаются. Ну вот, получается, мы рассказали про начало, 18-й год, 40 учеников. Сейчас, 2013 год, у вас уже 800 школьников, у вас потрясающее здание, которое я буквально пару недель назад показывал. Да, то есть расскажи, пожалуйста, вот об этой эволюции. Как вот с маленькой, с маленькой арендованного офиса дойти до, ну, вот эту историю? Ну вот, первое, это неимоверная вера. То есть мы вообще не парились о результатах. Какой у нас будет результат, что у нас скажут. Мы говорили, это нужно нашей стране. Подростки нереально нуждаются в проекте, в месте, в локации, где их полностью понимают, их полностью поддерживают, и еще и помогают в достижении их мечты. То есть раскрывая их потенциал. Это первое. Такой продукт. Дальше уже вся поддержка, она пришла. То есть и деньги быстро нашлись, и родители, которые платили, даже был родитель, который у нас, мы ежегодно тоже стараемся предоставлять гранты, был родитель из Хэлли Берри. Он поступил к нам на грант, его ребенок, и он пришел и говорит, блин, ребята, ключевые красавчики. И я отказываюсь от гранта, буду платить вам эти деньги, а вы эти деньги, как бы, не знаю, кому-то отдайте, кто нуждается в этом больше. И так мы эти деньги распределили как стипендия, как скидки другим детям. А, то есть в вашей школе можно учиться и по гранту тоже? Да. Как это работает? Ну, ежегодно находится небольшое количество, надеюсь, они будут расти, вот таких родителей, которые иногда больше, чем мы сами верят в нас. И они говорят, вот мы готовы проспонсировать. То есть не только своего ребенка, но и чужого. Вау, супер. Да, для этих целей мы впоследствии создали такой эндаумент фонд, фонд по поддержке и развитию молодых лидеров талантов. И вот желающие родители могут туда отправить взносы, и дальше мы генерируем средства. И как бы вот в прошлом году, по-моему, мы там на 8-9 миллионов собрали средств. И в качестве скидок и грантов разыгрывали среди всех детей. Внешне, внутренне. И вот кто победил, они как бы эти получили. Расскажи про Astana Garden School сегодня. Что с собой школа себе? Представляете? EGS – это сегодня школа полного цикла, где учатся дети с 1 по 11 класс. Обучение, начиная с начального класса, ведется по выбору на английском полностью, либо на русском, либо на казахском языке. Дальше в 5-6 классе уже интегрируются языки. Русско-английский, либо русско-казахский, либо чисто английский. С 7 класса обучение полностью на английском языке проходит. Независимость этого? То есть все они начинают, потом в 7 классе они все объединяются. Сходятся все. Сходятся все. И вот эта мультикультурность как бы появляется. У нас отличительная черта нашей школы, у нас нет ни одного экспорта. То есть школа на сегодняшний день… С точки зрения учителей? Да. Вообще команды. Команды. Это символический для нас проект, через который мы хотели повысить селф-эстим наших казахстанских педагогов, хотели вызвать желание самых лучших выпускников школ выбирать профессию педагога-просветителя. Символизируя то, что вот в своей стране ты можешь быть как бы, да, востребованным. Тебе будут создаваться самые лучшие по возможности условия. И родители, самое главное, будут доверять вам своих детей. Все что… И вот эта формула сработала. Учителя пришли, у них как бы бешеная мотивация. И они говорят, блин, мы сами сделаем этот IELTS M7.0, мы сами их подготовим по SAT. То есть вот это желание, да? То есть ты доверил учителям, дал флаг в руки, родители доверили, отдали детей, своевременно оплачивают за обучение, и команда все топит, короче, вперед. Поэтому в результате такого как бы формулы, как бы классный вайп в школе, учатся около 800 детей, обучение начинается от 4 миллионов до 7 миллионов. От чего зависит стоимость обучения? Стоимость зависит от уровня класса. В начальных классах это меньше, в средних классах – средние, и в старших классах, в хайскуле – 7 миллионов. Ну, вот я про цены на вот грядущий учебный год говорю. Потому что есть кодочка, уцеллинг и так далее. Да. Ага. А давай вот если заопенсорсим твой плейбук того, как открывать успешную частную школу. Какие, на твой взгляд, есть ингредиенты для того, чтобы приготовить такое вкусное блюдо? Ага. Ну, первое – это именно успешное, я думаю, в плане вот что-то инновационного, уникального. Вот нету, да, аналогов. Тогда нужна, в первую очередь, идея. Какая-то идея, вот что-то большое, изменение сделать, привнести, вдохновить. То есть это должно быть что-то нематериальное за этим стоять. Второе… То есть первое – это уникальное предложение. Уникальное. В вашем случае – это было… Инновационное предложение. В вашем случае – это было колледж-камсель, поступление в вузы, того, что никто не предлагал. Верно. То есть мы, по сути, вот эти услуги агентств, которые вокруг школ находятся, в разных городах, мы его, как бы эту услугу внутрь, ин-хаус делали. Наоборот, все школы на аутсорс отдают, мы ин-хаус делали. То есть первая идея – это условно, какой это школе должна быть ваша изюминка, вокруг которой все и возникает. Не знаю, может быть, у вас будет фокус на шахматы, или фокус на, не знаю, на гимнастику, или на то, что у вас будет, я не знаю, там, на какой-то спорт, легкую атлетику, да? Какой-то должен быть угол атаки, который отличает вас от всех других школ в вашем городе. И желательно, чтобы этот угол атаки, он волновал большинство. То есть в нашем случае, мы говорили, вот конкретная проблема родителей и подростков, это вот эта тема. Но эту тему, получается же, я не так просто пришел, я в Костанай же работал с подростками, готовил лучших учащихся в Костанайских школ к ЕНТ, к Айлсу, и я удивлялся, как это выпускники, там, абитуриенты топовых школ, помимо, после школы приходят транспорт, сидят и учат здесь уроки. Это же неправильно я сказал. Это же неправильно расходование их энергии. Почему они это все в школе не берут? Идея вообще, как бы, так началась фальт. А вы готовите к ЕНТ тоже, да? Нет. Только к выступлению. Ваш, ваш этот план... Нет, да, ну, с целью инклюзивности есть моменты, где мы, допустим, прямо вот ребенок, уже все, там, его 11 класс, у него планы поменялись, в жизни разные бывают же ситуации. У родителей еще что-то. И этому ребенку в этом году надо, как бы, перестраховаться. У Казахстана не нужно остаться. У него выбор либо Гапьер берет, либо говорит, блин, я окей с ЕНТ. И мы говорим, хорошо, мы поможем. То есть, специально нанимаем преподов, если у себя есть, их выделяем, и они помогают инклюзивно, получается, к ЕНТ подготовиться, интенсивно. Но это не наша фишка. Я понимаю, понимаю. А вот такой вопрос смежный. Вот у нас в стране последние лет 10, 15, вот такой вот, как это назвать, ренессанс, или такое бурное развитие дополнительного образования. Школы по подготовке к ЕНТ частные, не будем называть школами, это центры дополнительного образования, ЕНТ, поступление в НИЖ, поступление в ФИЗМАТ. То есть, такая экосистема возникла, там, курсы английского языка, там, курсы программирования, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, на твой взгляд, как будущее, есть ли у таких центров в ближайшие 10 лет, или все-таки школы поймут, что у них отбирают и хлеб, и включат эти сервисы у себя? Во-первых, надо сказать, что во всех странах, где отечественная, как бы, традиционная система хромает, везде высокий спрос на такие курсы. И пока система традиционно будет хромать, курсы будут всегда в авангарде, в спросе. То есть, родители надо будет, отдадут, зачислить ребенка в онлайн-школу где-то в Москве, и будут отдавать ребенка туда, в курс, который реально даст вот эту добавленную стоимость, да, решит их проблему. поэтому это вот в целом, но смотря на тенденцию развитых стран, я могу спрогнозировать, что впоследствии маленькие игроки, они будут закрываться, либо объединяться будут, вынуждены. Почему? Потому что регулирование этой сферы будет расти, потому что туда входит защита интересов клиентов, потребителей, и так далее. и там, допустим, ты курс отдашь, но нет никакого требования со стороны государства к квалификации педагога. Там нет чекапа, да, вот как бы по части безопасности, не преступник ли это. Там потом в подвалах могут эти курсы организовать. И на самом деле большой риск для детей. Поэтому, если законодательство в сфере защиты прав детей будет дальше прогрессировать, я уверен, депутаты, они придут к тому, что будут требовать регулирования данного вопроса. Потом, вместе с этим, это также будет входить в интересы самих больших игроков. Они будут говорить, почему маленькие игроки как бы очень легко входят в этот рынок и забирают наш кусок пирога. Они сами, в том числе, будут способствовать регулированию данной сферы, потому что у них большие деньги, они уже давно на рынке. Они будут повышать требования входа на этот рынок. и в конечном итоге доп. образование будет заняться нелегко, так же, как и вот школой нелегко заняться. А школой заняться будет еще сложнее, потому что тоже регулирование будет расти. Сейчас либерализировали, вместе с тем появилось очень много некачественных частных школ. Вот как в свое время вузы диплом Ханалар появились. Сейчас то же самое, очень много школ некачественных. Почему? Потому что школы на получение лицензии ты определенную работу проделаешь, а потом проверка такая приходит только спустя 4 года. И там за эти 4 года что только не творят. Тем более там субсидируются государством, там бывают школы, где мертвые души. То есть это вот на уровне технологий баз решают. На самом деле нету детей, а деньги освоили. Был вот по-моему в Шимкенте такой кейс, там даже счетный комитет поступал, и по-моему даже некоторые чиновники были привлечены к ответственности, либо там были уволены, что ли такое. Поэтому это я поддерживаю как со стороны детей, клиента. Это регулирование должно быть, но оно должно быть разумным, шашал десе, басал коймовый правильным должно быть. А вот с другой стороны наверное успешные центры скорее всего превратятся в школы наверное, их руководители тоже не глупые предприниматели, очень талантливые, они скорее всего будут быстро адаптироваться. В то же самое время рынок, именно потребители, они не проиграют от этого? Они будут получать сервисы на подготовку физмат, ЕНТ, ниш? Мне кажется, нишевые какие-то продукты, подготовка в лицее, ниши, РФМШ, оно будет всегда оставаться. Единственное, будут появляться альтернативы в лице школ, которые там Primary School с первой по шестой, фокус, который готовит в нише лице и так далее. Допустим, в Шемкенте есть такая школа, моего хорошего знакомого, Ziaatker School называется, они были центром подготовки, потом уже вот эта тема пошла, субсидирование, это интересно, это гарантированные деньги, они запустили младшую школу и до шестого класса готовят, и дальше идут дети с высоким успехом поступления в эти школы. Вот как бы разные модели, рынок появится вообще в целом. Замечательно. Вот мы возвращаясь к этому, скажем так, на кухню, готовим у нас успешное блюдо. Первое, это уникальная изюминка должна быть. Совершенно верно. Второе, это нужны кадры. То есть надо иметь доступ к этим кадрам, которые эту изюминку будут и давать. Повара, шеф-повара нужны. Поэтому иногда изюминка, идея может быть хорошей, но чисто потому, что тот или иной регион, допустим, город, либо контекст этих шеф-повара не готовы дислоцироваться, то все, это он не реализуется. Поэтому это возможно снова же в хороших больших городах. Где есть доступ к кадрам. Доступ к кадрам, да. Допустим, в ауле практически невозможно это сделать. Третье, это нужны деньги. Ну, если есть первое и второе, конечно же, это первое и второе, это же маркетинговый анализ должен провести. Требования, востребованность должна быть. Соответственно, есть спрос. Ну, и третье, ты идешь просишь деньги, чтобы тебя поверили в твой стартап, твою идею, в твои как бы crazy эти, да. И дали деньги, желательно долгие и дешевые. Да, потому что, если этого не будет, то это же все-таки такой проект, это же не завод, где вот все вот так, здесь есть ups and downs, да, есть риски, поэтому очень должно повезти. Мне, например, очень повезло с моими партнерами, с инвестором, но я вот наблюдаю, очень многим как бы не совсем везет меньше, да. Понял. в принципе, вокруг этих трех клиентов можно построить сильную, сильную, сильную частную школу. Вот, а если говорить про изюминки, которые, например, у вас в данный момент в AGS есть, вот одна из них... Что тебе понравилось? Я обратил внимание, я просто очень давно не был в школе, и у меня школа в моем памяти осталась та, которую я ходил в 2004-2005 году. И для меня посещение этой школы современной было таким большим открытием. То есть мне очень понравилось, что есть места, вот, как это называется, хэппи-лона, да, огромное пространство для игры, потому что детям, ну вот, до 10, наверное, лет очень важно во время перемен ну не сидеть с плохой осанкой, а побегать, попрыгать, поиграть. Я вот помню, был в начальных классах в американских школах, там вообще люди за партнером не сидят, они лежат, у них проложение садика, по-моему, это начальная школа. Я вот помню, видел видео с японской начальной школы, там вообще все проходит на улице, какой-то как Disneyland парк, или там горки прыгают, ну потому что дети в таком возрасте они не могут долго сидеть, поэтому вот это мне точно запомнилось. Мне запомнилось огромный самый верхний этаж, да, вот где есть красивый вид. Лаунж-зона? Да, лаунж-зона. Для учителей это? Для учителей, да. И то, что у учителей есть собственные кабинеты. Мне вот это тоже запомнилось, потому что я помню... Как в университетах, да? Как в университетах, да. Потому что я помню, что у нас учителя проверяли домашнее задание. Ну, была учительская, но с другой стороны они часто можно было во время переменных увидеть, они сидели там и как бы их кабинетом становился учебный класс. Да, то есть это мне тоже запомнилось. Что еще? Ну, большое количество спортивных зон. Спортивных зон. А, вот еще что мне запомнилось, это отдельный отдельный класс, то есть отдельный кабинет для вот так называемых АБИ старших братьев. Расскажи, пожалуйста, про вот эту. А, для кураторов. Кураторов, да. Да, кстати, это очень важный момент. Старшие братья, сестры, да. Да, да, да. То есть эту фишку мы взяли из системы КТЛов. Я сам эту систему очень сильно изучал, даже работал. И я потом впоследствии эту систему, кстати, в Кембридже увидел. Кембридже тоже есть. Это вот тютеры, они, правда, называются. Но они по возрасту чуть старше. Ну, как бы, но они не профессора, это вот прям олд-олд, да. А тютеры, они помоложе. Потом очень много они нанимают тютеров, чтобы дальше вот бакалавр студентов, они помогали, сопровождали, как старшие братья, там, сестры и так далее. И это вот это наша фишка на самом деле. То есть это молодые парни, девушки, имеющие образование, уровня бакалавриата и магистратуры в основном, знающие три языка, увидевшие мир с широким кругозором, энергией, преимущественно, как бы, да, не женатые либо не замужние, потому что они, как бы, да, полностью посвящают себя. В их сознании должны думать о вот этих своих детях. И они не преподают. Их задача, как бы, мониторить, сопровождать вот свой класс. Их фултайм работа это аккуратнство над детьми своими. А, Б, это постоянная связь с родителями. То есть вот это. То есть они отвечают за успех этих детей? Они не отвечают, но они координируют успех и развитие своих детей. То есть они всегда рядом с ними. Любой вопрос, это вот первая кнопка помощи. То есть можно, ученики могут прийти к ним с какими-то вопросами, может быть, не касающиеся учебы, может быть, там у них какие-то, там по каким-то причинам они не могут делать задачи, потому что может родители ругаются. Да. Может быть, что-то. Это верный друг ребенка и надежный источник информации для родителей. И самое главное как бы это школа. То есть он, куратор, он стоит в середине всех вот этих трех звеньев. и потоки информации вот так, как гаишник на дороге, когда светофор не работал. Раутер такой, да? Да. Это очень важная функция, которых, к сожалению, не все школы могут себе позволить, потому что это, а, нету в их идее, б, нету кадров таких, цель, это не выделяют деньги. То есть инвесторы там ну как бы не готовы. Да. А это вообще, это то, что мы вообще хотим предложить всему Казахстану и миру. Вот если вот это сделать, то как бы дети будут счастливы, подростки они будут счастливы. А не будет никаких вот этих плохих последствий, которым я не хочу это слово называть. а потом у них успехи будут выше. Ну и самое главное, наверное, надо сказать, что не нужны будут вот эти даже психологи. Вообще нужда, потребность психолога отпадет. Потому что психолог обычно нуждаются люди, которые не могут высказаться, выговориться в свои inner souls, для друзей, нету, одиночества есть. Поэтому такая система, и, кстати, мы анализировали, часто по миру ездим. Раньше ездили учиться у них, сейчас ездим, чтобы... Делиться своим опытом, может даже пока не делиться, но понять, что мы уже можем им предложить. Отлично. И это вот как раз таки та тема, которую мы увидели прям большую потребность в той же Америке, в том же Дубае, то есть в той же Москве. Везде нужны такие люди. Это классная, классная идея. А вот такой вопрос, если говорить про бизнесовую страну, да, то есть создать частные школы, ну, к примеру, у нас есть, я так понимаю, статистику ты лучше подскажешь, у нас 100 тысяч человек заканчивают 11 класс, 400 тысяч приходят в первый класс, да, то есть есть такой... Рынок, про рынок, да, поговорить? Да, поговорим про рынок, ну, можем начать, наверное, с проблемой, то, что понятное дело из этих чисел, из этих данных, что как бы мы нуждаемся в большем количестве школ. Верно. Поэтому государство создает там условия, давай расскажем про них, что за условия создает государство для того, чтобы появилась большая школа. Я очень рад, что у нас есть бум, рождаемость, это очень важно как в геополитическом плане, чтобы мы как нация могли, да, воспользоваться благами наших соседей. Для этого нам нужен количество человеческого капитала и качественный человеческий капитал. рождаемость растет, ежегодно заканчивает школу 150 тысяч детей. В первый класс же приходит 450 тысяч детей, то есть разница в три раза, это первое. Второй момент, социальная инфраструктура, как я вначале отметил, она не поспевает за этим. Большие программы, госпрограммы проводятся, допустим, финансирование, зарплату училища выделяется 3 триллиона тенге на строительство новых 400 школ. Это вот в рамках проекта «Комфортная школа». Это национальный проект. Но даже этого недостаточно. Почему я объясню? Потому что в Казахстане около 4 миллионов детей сейчас, 7,5 тысяч школ. Из них около 600 школ это частные школы, около 7 тысяч школ это государственные школы. Из 7 тысяч госшкол 5 тысяч расположены в сельских и районных местностях только 2 тысяч школы находятся в городах. Из вот этого 4 миллиона пула детей половина учится вот этих 2 тысяч городских. 4 миллиона это дети с 1 по 11 класс. С нулевого по 11 класс, грубо говоря. Вот получается эти половины из них учатся в городских 2 тысяч школах государственных и какая-то часть закрывает частные школы. Но частные школы, они вот эти 600 частных школ, они по объему небольшие. Большинство из них не превышает 400-500 детей. То есть примерно среднее количество детей учатся в частных школах это 500 детей. В то время как среднее количество детей, которые в городских госшколах учатся 2000 детей. Поэтому сейчас за последние 4 года в том числе благодаря субсидиям государства, государство выделяет земельные участки, предоставляет льготное финансирование в рамках дому, таможенные пошлины упрощают. Вот эти все механизмы они способствуют развитию рынка частного образования. Плюс платят по-моему 600 тысяч тенге за каждую 600 тысяч тенге на операционные затраты и около 300 тысяч тенге за капитальные затраты. Допустим, ты если школу с нуля построил, ввел в эксплуатацию как школу, то государство за каждого ребенка, который учится до проектной мощности, дает 300 тысяч тенге. Если учится, если школа реконструирована, допустим, у вас есть старое здание, то его можно реконструировать и ввод в эксплуатацию как школу сделать, то тогда за каждого ребенка будет 150 тысяч тенге платиться. Это вот если строительство касается. Поэтому государство работает в нашей кого-кого чиновников образования, которые заложили эти механизмы, стоит похвалить. Руководство, которое политически поддержало, стоит похвалить за это. Потому что это системные изменения, но теперь очень много касается дальше кадров, качества кадров, там еще огромный пласт работы. Поэтому рынок он такой, около 600 частных школ у нас в Казахстане работает, все они платные, но в связи с, допустим, в Шимкенте феномене есть такой, в Шимкенте 120 частных школ. Высокая грибы выросли количество частных школ, в том числе, потому что, ну, наверное, предприимчивые люди, еще и, наверное, не сильно регулируют, то есть, обходят какие-то моменты, есть недобросовестные частные школы, по новостям я сужу, мертвые души и так далее. И из-за того, что рынок перегрет, там появляются частные школы, которые полностью бесплатно обучение дают. Каким образом? Обучают детей в две смены, как госшкола. То есть, за счет государства все? За счет государства, но за их счет это строительство школы. А земли получают бесплатно? Если умеют получать. То есть, это целый отдельный пласт консалтинговой работы. То есть, они потом должны за нее аренду платить, а как это работает? Нет, иногда собственные земли. Там много земли в связи с дерегулированием. Много земли даже не нужно сейчас. Поэтому вот такие моменты есть. И есть школы, где стипендии детям дают, частные школы, чтобы отличников из других школ к себе переманить. Да, да, да. Прямо рынок вот так работает. Вот есть школы, условно говоря, где от нуля тенге в Казахстане, вот 600 школ. Есть школы, которые миллион тенге в месяц. вот такой большой коридор. Если приходит, условно, для бизнесменов, которые смотрят этот подкаст, если юнит-экономику школы разбить по кускам, как это выглядит? Сколько процентов уходит на фонд оплана труда? Сколько процентов уходит? средний такой. Ну, давайте, зависит все от модели, продукта, цели. То есть, если это бизнес-проект, вот эти предприниматели из Шимкента, они там делают окупаемость чуть ли не 2-3 года. Представим, что если мы обращаемся к добросовестным предпринимателям, которые хотят создать классный продукт, за который им не стыдно, за который они горды. Если так, то окупаемость, она сразу растет до 10 лет. То есть, в нашем случае, допустим, наш астанинский проект, он тоже носит коммерческий характер, но он не преследует цели извлекать прибыли здесь и сейчас. То есть, в целом, проект должен быть устойчивым, успешным, и в нашем случае проект окупаемость чуть ли не 9-12 лет. Но есть проекты, которые можно вообще 6-7 лет сделать. А если разбивать расходы, как принадлежат? Допустим, маржинальность такого проекта будет составлять где-то 20-25%, операционные расходы где-то 50-55% это будут фонды оплаты труда, если школа как бы социально ориентирована, там будут обязательно расходы на питание, будут примерно 15% это расходы на питание. потом Кисси к школе взяла кредит, обслуживание кредита, еще будет нагрузка, потом сервисы, это клининг, охрана, обслуживание здания, и того, на то и выходит. понял. А вот что самое сложное наверное в этом бизнесе, что бизнесмены, которые вообще не из этой сферы, не учитывают? Первое, это то, что это не завод. Некоторые бизнесмены, они подходят к образовательному проекту, пусть даже коммерческому, как ко всем другим отраслям экономики. Тут живые люди, у них есть сердце, эмоции, сознание, да, то есть поэтому они должны понимать, что я же работаю с живым продуктом. И просто взять там юнит экономику сделать, отрезать, добавить не получится. Один даже сам человек, он очень сильно влияет на атмосферу. Вот это самое важное. Поэтому если такой человеческий подход, он подразумевает, что там работают люди, потому что ты эти люди дальше связаны с другими людьми, с родителями, с детьми, с обществом. Поэтому айфоны производить намного легче. Все hard и все. А школа это безостановочный процесс. Это постоянно мчащийся вперед паровоз. Как и наверное в многих других бизнесах, зарабатывают в этом бизнесе больше всего те, для которых деньги явно не главное. То есть те, кто думает про конечный продукт, который имеет страсть к образованию, которые спят и думают, как улучшить образование для своих. Я совершенно с вами согласен. И тому пример Америка, Англия, где мы Кабада увидели. Самые благородные люди общества, они все инвестируют в образование. Те же частные топы вузы мира, они же благодаря этим благородным людям запустились, превратились в большие индоуменфонды и даже открыли двери нам, казалось бы, людям по ту сторону океана. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в нашем обществе тоже больше появлялось таких благородных людей, которые прям школы пописчителем выступают, спонсируют, строят, университеты. Прямо сейчас такое время, прям надо в образование всех призывать. Классно. У тебя несколько было поездок в Малайзию, Сингапур, Эстония, Финляндия. Расскажи, пожалуйста, про какие-то уроки, которые ты извлек из этих стран, именно касающихся школьного образования. Первый урок то, что я извлек, контекст у них у всех другой. Нельзя сравнивать наш Казахстан с той же Финляндией. Почему? Потому что тот же Сингапур. Сингапур это город территории Астаны. При этом 5 миллионов людей, все друг друга практически знают. То есть это бывшая колония, то есть это контекст другой, англоязычная страна. Это первое. Не сравнивать одно с другим, но тщательно анализируя, брать какие-то фишки у них. Допустим, в Финляндии мы взяли гуманный подход. То есть что нельзя одного ребенка сравнивать с другим. В начальной школе мы вот это как бы у себя систему внедряем в AJC и во все других школах, где мы будем иметь отношения. Ребенок он не должен как бы прям ему не должно волновать какую оценку получил другой ребенок. Родители одного ребенка не должно волновать какой у него сосед ребенок, который учится в классе. То есть не должно быть сравнения вообще. Начальная школа это проигры, играя, развиваясь, отдыхая, ребенок должен кайфовать в школе, незаметно развиваться, он должен понять, как он стал крутым. А дальше более в среднем звене чуть-чуть давления добавить, огня добавить. В старшей школе все, ребенок он уже вырос осознанный и он сам должен мотивироваться к конкуренции, прям соревноваться и то ребенка должны оценивать не учителя, вот сидят его там оценивают, а система должна оценивать. Ребенок не должен ущемляться ты тупой, умный, вот это не должно быть. Должна быть система, IELTS, это классно. Пошел, заплатил деньги, компьютер тебя оценил и тебе не на кого обижаться за твои плохие оценки, кроме себя. Вот это очень важно. А какие еще, не знаю, Южная Корея, в чем их подход, там как работают школы? Ну я в Южной Корее не был, но я хочу сказать про Дубай. То есть не про подходы образные даже, про в целом какую они атмосферу создали. В Дубае 210 частных школ из 220. И в Дубае школы, они все очень высокого качества уровня, да? Есть конкуренция, есть со стороны государства вот это понимание, что как у них было. Вначале у них все были госшколы, потом количество эксплат увеличивалось, госшколы начали пустовать, потому что обучение там на арабском языке. свои же местные арабы, они начали уходить в другие международные школы, где на английском языке, британские, американские школы, индийские школы. И они что сделали? Они сказали, давай мы лучше будем правильно регулировать это все, давать лицензию, и пусть частники платят нам деньги за то, что мы выдаем лицензию и отправляем вот этот мониторинговый группу. И тем самым создают вот этот рынок и так далее. И у них появился рынок, RIT называется, Real Estate Investment Trust. И потом появились операторы. Это вот просветители, которые управляют, берут в аренду вот эти большие комплексы, под них строят, под ключ, они берут и управляют в аренду там 20-30 лет. И самое главное, вообще никаких налогов. Получается, таким образом разделились поставщики образования и поставщики зданий? Разделились, да. Два разных рынка. Но они очень взаимосвязаны. RIT – это вот инвестиции в капитал, в эссеты. Он увеличивается, если есть сильный оператор, который арендует там и платит им хорошую арендную плату. Причем долгосрочно. Вот два рынка образовалось, поэтому очень много экзитов происходит на эссете. Но чтобы это было, государство упростило налоговый режим. Вообще ноль налог на ФОТ нету. Нет налога на КПН, НДС вообще никаких. Поэтому вот такие фишки, которые вот очень хотелось бы, чтобы мы у себя внедрили. Какие у тебя дальнейшие планы? Как ты планируешь масштабировать опыт, который у тебя уже появился? Очень большой спрос на ту идею, которую мы продвигаем на продукт. Вот в Алма-Ате с первого года основания школы в Алма-Ате просят, чтобы мы наконец пришли к ним. Зарубежные рынки просят. Вот эта система, наше кураторство в совокупности с поступлением вуз мечты. Это же все стресс же. Риск, ты ожидаешь, вот эта вся система совокупности в этом нуждаются. И самое главное, мы понимаем, что нужно привлекать таланты в образование. И мы хотим, чтобы эти таланты мы способствовали к привлечению. А. Б. Чтобы они вот как кейс 54-й школы шли в эти государственные школы и их трансформировали. Мы никогда не перестанем это делать. И мы будем всегда поддерживать вот это, да, опыт, который мы здесь нарабатываем, транслировать вот эти нуждающиеся, школы. Вот этот партнерщик всегда у нас будет. Вот это наши планы. Отлично. Давай теперь, ну, в концовочке помечтаем, представим, что нет гравитации вообще. Как выглядит твоя начальная школа мечты, средняя школа мечты и high school мечты? Как, или там, условно, твоего, ну, будущего? Как это будет выглядеть? Ага. В идеале? Ну, в идеале я это вижу как большой вот, как вот университет, который я учился, но, как школа. То есть, отдельный город или как? Это вот город, школьный город, где много школ, прям, дети все там учатся, на каждого ученика, по его выбору, по его пожеланиям, есть школа на его выбор и вкус. Вот, допустим, кто-то хочет стать инженером, пошел инженерный комплекс, да, там у себя вся тусовка, вот это, кто-то, там, не знаю, хочет стать стартапой, корпус стартаперов, корпус, кто-то хочет вообще там, киномейкером там, да, продюсером стать, там вот, и все они вот, друзья, вот, все друг друга вместе тусуются, есть большая вот такая площадка, куда они всегда, могут все вместе объединиться, инженера, творческие люди, то-то-то, за ужином, за мероприятием, всегда какие-то тусовки, обмен постоянно, ни за что не конкурируют, и все вместе пытаются решать, как бы, проблемы общества, мира, да, то есть вот, как бы, идея, как бы, да, вместе, за, как бы, да, за будущее, вот, такое, и все абсолютно разные, при этом они все едины, как бы, делятся, обмениваются, создают какие-то крутые вещи, при этом, что плюс это, чтобы было вот таким, мобильным, чтобы вот это, при этом вот, как-то вот, везде по миру вот это все происходило. Очень интересно, а вот, какие бы ты уроки, например, убрал, и наоборот внедрил, в начальных классах, там, в средних классах, и в старших классах? Ну, наверное... Опять же, представим, что мы, у нас нет никаких регуляторной части, мы не думаем про... Я не буду говорить попредметно, потому что предметы, они как бы такие, да, я хотел бы вот, чтобы в начальных классах ребенок научился уже коммуницировать, то есть уроки и навыки, обучение, курсы, которые развивают его коммуникативные навыки, чтобы ребенок умел выражать свои мысли, никого не боялся, да, выражать мысли как письменно, устно, визуально, там, через рисунки и так далее, да, коммуникации. Вторая охота, чтобы ребенок научился работать с другими детьми, взрослыми, там, с верстниками и так далее, да, прям командная работа, чтобы он прям конкретно, да, ну пошел, пообщался вот там, пообщался, вопросы задал, проект предложил, не знаю, вот тут что-то такое, чтобы ребенок не было вот это ограничение, взрослый, маленький, вот, второе, это коммуникация, коллаборация. Третье, хотелось бы, чтобы дети, они были креативными, фантазерами нереально, то есть вот воображение мощное было, чтобы они могли прям свизуализировать и не боялись своей вот этой картины, о которой они мечтают, наоборот, надо, чтобы они завораживающие вот эти картины могли предложить, а потом это вот в действие превращать. Ну и самое главное, чтобы у детей была эмпатия, это именно сопереживание, потому что вот это все три классно общается, работает, мечтает, но при этом нету эмпатии, то это самый вредный человек, самый коварный человек. Поэтому вот это, нужно любовь, сопереживание, заботу вселять в детей. Вот это идеальная школа. Если вот это есть, любой предмет, он будет как бы как по маслу. Вообще не проблема. Классно. Одна из критик нашего образования, нашей образовательной системы, именно школьной, это то, что у нас, с одной стороны, замечательный максимум, да, то есть наши, там, четыре наших лучших химика, четырех наших лучших физика, четырех наших математика, четырех наших лучших, там, я не знаю, там, другой предмет, биолога, они очень конкурентные в мире, да, они занимают, там, в топ-20, наша страна обходит. Но если говорить про нашу медиану, наше среднее образование, то мы там на 80-м месяце, согласно мне, этому рейтингу. Как ты думаешь, как мы можем это изменить? Очень просто. Нужно решать инфраструктурный вопрос. Хоть хотя бы мы решим вопрос обучения детей с утра до вечера в школе, чтобы, наконец, дети перестали между уроками пять минут отдыхать, чтобы отдыхали 10-15 минут, чтобы, наконец, дети в школе питались горячим питанием, во время питания общались друг с другом. Сейчас ничего этого нету, сухомятка, то есть не кушают, то есть в туалеты не ходят элементарно, да, вот этот вопрос решить. Второе, решив инфраструктурный вопрос, уменьшится уже нагрузка на каждый класс. Уже оснастить эти школы, этих детей, правильными педагогами, которые там ради призвания, они любят детей, отдаются полностью себе, не потому, что это как бы единственный источник их дохода, да, потому что это призвание. Они, это самое, они должны верить в то, что это самая лучшая профессия в мире. И общество должно, наконец, признать просветителей в таком ключе, это второе. Лидеры такие же должны быть, да. Ну и третье, это всегда должна быть развивающая инновационная программа, методики. Вот эти, то, что спрашивают, какие курсы должны быть, какие предметы должны быть, либо они должны быть. Это все всегда должно прям пересматриваться и внедряться. Обучение, вот это все, система контроля качества, цифровизация, все должно быть максимально упрощено и автоматизировано там, где это необходимо. Вот, потом, мультидисциплинарность должна быть. Вот, условно говоря, чтобы они не узко мыслили, а были как наши предки, как Альфа-Раби, там, ученые, они там, несколько областей же знали. Да, да, Резисансмен такой, да, как Леонардо Винчи. Вот, вот такие нужны. Я не буду говорить, сразу все пусть такими стали, но какие-то островки должны начаться с чего-то и мы вот, честно говоря, очень сильно над этим работаем и наш следующий проект, который мы скоро объявим, надеюсь, он будет про это, школа. Замечательно. Какие у тебя есть, не знаю, рекомендации книг, там, фильмов, не знаю, там, аудиоподкастов, может быть, для тех, кто интересуется образованием? Фильм, на самом деле, очень много, которые вот, на каждую вот обозначенную тему, да, сейчас не буду называть. Может быть, художники-то есть, фильмы, которые на тебя сильно повлияли? Ну, вот Рон Кларк есть, который, учитель, да, он в результате выработал книгу, там, Рон Кларк, Рон Кларк Стори, то есть, потом, звездочки на небе, есть вот эти индийские, да, Шакрухан, там про вот это, раскрытие потенциала каждого ребенка, не сравнивать, вот про это, потом, если говорить про, в целом, знания, которые можно получить, чтобы прокачать себя, ну, подписывайтесь, как говорится, на блогеров, которые в образовании, основатели школ, ну, очень много чего можно учиться, очень много людей, которые начинают придавать менторство индивидуальное, допустим, взять менторство, прокачаться, и вот это все можно уже получить сопровождение, допустим, хотите запустить свою школу, пожалуйста, обращайтесь, мы сопроводим вас, да, прокачаем, обучим, мы за то, чтобы много эдупренерств появлялось, вот очень много просветителей, идеи есть, но страх, не знают, как вот эти остальные механизмы собрать, деньги откуда взять, регуляторные функции, как запустить, вот это, бизнесовую часть не понимают, и я сейчас, честно говоря, над этим работаю, чтобы прям воспитать тысячи таких этих эдупренеров, отлично, а есть ли какие-то, может быть, рекомендации образовательных сайтов для учеников, учителей, типа Кан Академии, не знаю, там Дуолинго, может быть, что-то еще, что на твой взгляд полезно, для, ну, чтобы получить какие-то бесплатные знания? Ох, хороший вопрос, честно говоря, именно как запускать школу, вот на этот счет я только видел какой-то российский курс, который для директоров школы предназначен, честно, вот надо признаться, ниша абсолютно пустая, даже инфопродуктов, инфобизнеса в этой нише нет, это абсолютно такая узкая ниша, о которой многие не знают, почему? Рынок потому что только создается, только создается, замечательно, поэтому скоро будет, спасибо большое, у нас в конце есть рубрика, где мы задаем вопрос аудитории, пока ты думаешь над своим вопросом, я назову победителя нашего предыдущего конкурса, вопрос был от Амирхана, Амирхана Умарова с паркура, он задал вопрос о том, как, то есть идеи, может быть, инициативы для того, чтобы объединить центрально-азиатский регион. Поступило на самом деле очень большое количество ответов, 45 комментариев различных, тут много интересных, на самом деле, инициатив, но, наверное, мы выберем инициативу, которая набрала самое большое количество признания со стороны YouTube-пользователей, это комментарий от нашего пользователя Bauer Next, кстати, он выигрывал до этого этот конкурс и написал, я ему отвечу скоро, он написал о том, что он не хочет футболку, а хочет встречу с Харято Ахметовым, потому что хочет запустить свой hardware-стартап, да, Bauer обязательно мы это организуем, его инициатива звучит так, классно было пролоббировать добавление Turkic или Central Asian опции, когда выбираешь, какой расе принадлежишь, когда я заполняю всякие опросики, есть, там, я выбираю, у меня всегда диссонанс, вот определение, то есть, потому что мне приходится выбирать расу Asian, но определение азиатов выглядит так, это человек, который имеет из таких стран, как Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Филиппины, Япония, Корея, Вьетнам, так как мы не пришли от выходцев из Индии и Дальнего Востока, эта опция нам не подходит, добавление опции Turkic повысится агентности и объединения стран Центральной Азии в глазах мировой общественности, ну, с одной стороны, спорный, на самом деле, комментарий, с другой стороны, очень интересная инициатива, ну, и аудитория, она очень понравилась, спасибо огромное, Бауржану, ну, и вопрос от про Мухаммеда. У меня много будет вопросов, тем более, я вижу, подписчики очень активные, интересно было бы их ответ послушать, наверное, я задам вопрос, который меня, как бы, волнует, может быть, среди подписчиков найдутся те, кто дадут ответ, но он заключается в следующем, как популяризировать именно образование, чтобы образование стало трендом, раньше у нас говорили то есть, когда люди, как бы, где-то собираются, всегда самое почетное место, как бы, просветителя, мы же видим, что в нынешнее время почетное место у бизнесменов, надо признать, у фарсменов, у money making, да, как бы, да, сейчас это в этот тренд, да, авторитет, там, как сказать, вот, уважение у людей, которые, не знаю, классно двигаются, там, активные, путешествуют, тачки у них, грамотная аудитория, вот это во все во внимании, да, и когда их копаешь, они так и иначе занимаются какими-то бизнес-проектами, то есть, а как сделать так, чтобы именно просветители, которые занимаются детьми, просвещают их, то есть, отдают себе полностью вот этой профессии, чтобы они были красавчиками, чтобы самые лучшие выпускники стремились стать, как они, то есть, те дети, которых с высоким социально-экономическим статусом, да, они говорили мне, ну, мне не нужны эти деньги, да, все за меня, родители этот вопрос решили, в найм я не собираюсь, допустим, да, но вот этим образованием, как вот эти просветители, мы хотим заняться. классный вопрос. Получается, вопрос звучит так, еще раз, если резюмировать, как поднять статус просветителей, чтобы они занимали самое почетное место на свадьбах, на ивентах, ну, наряду с бизнесменами, и этот, как бы, статус просветителей стал выше, чем на данный момент. Да, и каким вы видите образ этих просветителей, с учетом вот новых реалий, да, инстаграма, личного бренда, то есть, вот каким нашим коллегам и нам мы должны быть на ваш взгляд. Каким нужно стать? Ага, замечательно. То есть, победитель получит футболку от Emptorial School, и ты хотел бы, по-моему, что-то поделиться, да? Да, ну, вы же отберете, да? Да, да, мы отберем. Ну, кто победит, я буду рад предоставить мою, ну, я иногда предоставляю платные консультации, да, я буду рад, готов их предоставить. со скидкой, со скидкой 100%. В общем, спасибо огромное, Рухает, за замечательную беседу, надеюсь, что она была, максимально ее услышат люди в образовании, и традиционно be so good, we can not ignore you, и найдите свой хигай. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова